Сначала эта ролика, дорогой друг, ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик, если здесь впервые. Также не забываем, что каждый лайк под этим видео помогает этим видео попадать в рекомендованные видео на ютубчике и, конечно, помогает вам выжить, когда... Потому что если вы лайк не поставите, к вам придет Монлорд и съест всю вашу еду, будьте холодные, голодные и грустные. Поехали. Выглядит этот набор шедоу брони вот так вот. Отличная броня для хард-мода и, конечно же, для мечников, потому что она дает немножко характеристик, улучшающий то, что связано с физическими атаками. В целом, еще раз говорю, для новичков дальше вам эта фигня явно не понадобится. Так вот, первым делом вам нужно найти так называемый испорченный биом. В этом испорченном биоме, где он тут, у нас он находится вот здесь, в испорченном биоме обращайте внимание на дырки в полу, а, приготовьтесь к битве с большим ползающим боссом, прихватите свои любимые аксессуары. После этого изучите, собственно, испорченный биом и обнаружите дырки, прыгая в дырку и исследуем то, что здесь есть. Отлично. Пробиваемся ниже. Ищем здесь так называемые теневые сферы. Shadow Orb, они же. Они дают маленькое слабое свечение и они есть в толще пород везде. Вот, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Вот она, видишь, вот этот шарик. Это есть теневая штука. Ее можно сломать с помощью молота или кирки, который имеет как минимум 50% прочности, 50% силы, или с помощью любого динамита и ТНТ. Вам нужно сломать три таких шарика. Давайте, 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 давайте. Три штуки. После этого заиграйвится босс и будет вас убивать. Мочить в сортире, как говорится. Давай, 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 давай. С него выпадает две штуки. Теневые чешуйки и, собственно говоря, демоническая руда. Руды вам нужно 180 штук, а чешуйки 45 штук. Иногда этот необходимый объем выпадает с одного босса. Иногда нужно несколько таких червей убить, прежде чем вы соберете необходимое количество. Как повезет. Понятно, понятно. Если у вас шаров не хватает, не проблема. Используем так называемую испорченную еду. Как ее получить, я уже рассказывал в одном из прошлых видео, это долгая история. Левой кнопкой мышки клацаете в воздухе, находясь в испорченном биоме с испорченной едой. И появляется вот этот червяк. Убиваете его, как обычно, но no problem here. I think you understand principle, что называется. Ей! Да, отлично. Теперь, повторим, что нам нужно. Печка, свинцовая наковальня или железная наковальня. Как их получить, я уже рассказывал в одном из прошлых видео, так что посмотрите, все это есть. Также вам нужно 180 демонической руды и 45 демонических чешуйок. Понятно? Понятно. Окей, давайте найдем какое-нибудь более светлое место, потому что темно и страшно, и вообще я боюсь. Становимся рядом с печкой. И делаем на всю руду, делаем просто демонические слитки. Получится 60 штук. Отлично. Становимся рядом с наковальней, железной или свинцовой. И крафтим. Демонический, как его, теневой шлем. Раз. Раз. Теневая броня. Два. И... Как его называется? Еще эти. Поножи. Понятно? Понятно. Три предмета, и мы потратили все ресурсы, которые мы сегодня, собственно, заработали. Подписывайтесь на просмотр, за подписку, лайк. Не забывайте, что в описании под видео вы найдете еще массу других вариантов разных видов наборов брони. И, в принципе, еще раз говорю, это для новичков. Классная броня. И, собственно, и гайд тоже для новичков. Потому что, если вы в хард-моде, извольте, господа, хотя бы сделать древнюю теневую броню. Как ее сделать, я расскажу в одном из прошлых видео. До встречи. Если у вас нет случайно испорченного биома, создайте новый мир с испорченным биомом. Там нафармите ресурсы, потом возвращаетесь в обычный мир. И забыл сам... Клиния аккаунтов и ключей. GeronShop.ru Можно купить дешевый Майнкрафт и Райо. Суть нестимовских игр дешевле, чем в Стиме. Также там можно купить дешевые читы. VPN. И так далее, и тому подобное. Также не забывайте, что это отличный способ обойти все санкции. Потому что вы покупаете игры у нас. И активируете, играете, как обычно. Из России и Беларуси вы в Стиме сейчас ничего не купите. Напрямую. А через нас можно. Как говорится, посредничество рулит и тащит. Не забывайте также в описании под видео у нас есть Дискорд и Телеграм. Который еще пока что не забанили. Ну и еще ВКонтакте, который живее всех живых. До встречи.